МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы поднимаете очень сложную философскую, общественно-политическую серьезную тему. И надо сказать, что, конечно, то, что это связано с великим произведением Платона Алексеевича Юнского, то это здорово просто. И мы, интеллигенция республики, ученые, деятели культуры, искусства, каким-то образом обязаны участвовать в этом процессе. Я с удовольствием принимаю участие. Во-первых, давайте так скажем, само произведение впечатляет. И то, что есть мероприятие этого свойства, и в этом направлении это здорово. А теперь, что касается перспектив далеких, я прагматик, склонен смотреть на ближайшее будущее. И, прежде всего, связываю с федеративным устройством государства, с укреплениями политической воли в этом направлении, демократизации жизни в нашем государстве. И вот это и будет одно из будущих, когда здесь будут жить свободолюбивые, демократически настроенные, образованные и вперед далеко смотрящие люди. Поэтому наша надежда на молодежь. Надо сказать, что жизнь идет настолько динамично и развивается в связи с цифровизацией экономики, цифровизацией ежедневной жизнедеятельности, что там говорили теперь уже внуки, школьники, настолько далеко продвинулись, что это уже на десятилетия вперед. Есть в этом направлении некие заделы, которые в какую сторону повернут, с точки зрения социальной жизни, с точки зрения экономической жизни, с точки зрения промышленной жизни, самое главное обеспечение экологической безопасности, продовольственной безопасности, и вообще безопасности жизнедеятельности в оптических районах и в крайнем севере. Это трудно сейчас каким-то образом прогнозировать. Я понимаю, когда был прогноз 27-го года, то этот прогноз был в обстановке, когда люди жили крайне бедно, когда грамотный человек, председатель Великого Собрания, говорит о будущем, очень красочном в мире, о коммуне, о коммунизме, это одна ситуация. Сегодня общество продвинуто далеко-далеко вперед. Я, например, знаете, за что переживаю? Я переживаю, например, за экологическую безопасность. Вы не думайте, дорогие телезрители, что так у нас все благополучно. Экологические проблемы у реки Белюй, великие реки Белюй. Экологические проблемы у Великого Алдана, там, где к его притокам примыкает большое количество недропользователей. И, наконец, уже Махина, мировая река Лена, ощущает такие антропогенные воздействия, что будущее этой реки не самое светлое. И вот мы, занимающиеся этой проблематикой, экологической безопасностью, мы переживаем за это. Мне мечталось бы, чтобы технологическая культура промышленности, технологическая культура людей поднялись, и экологическая культура так, чтобы нам сохранить эту великую мировую реку Лену и его бассейн, и его бассейн. Это одна проблема. Следующая проблема – это сама культура жизнедеятельности. Я не думаю, что нам, нас ждет нечто такое, что совсем разрушит традиционные сферы хозяйствования, особенно малочистых народов Севера. А ведь промышленность сжимает этот процесс, и недропользователи все-таки незаметно, несмотря на некие льготы, экономические льготы для проживающих на этих территориях людей, все-таки постепенно они сужают это жизненное пространство традиционного хозяйствования. Это тоже связано с экологией, это крупнейшие проблемы. А в связи с этим, поскольку будет на сегодня как, мы уже потеряли в разы, многие разы, объем традиционного хозяйствования. Ореневодство, например. Табунное оконеводство сокращено. Крупный рогатый скот сокращен. Это все наше выживание тех людей, которые шли веками в эти земли. Вы понимаете, культура евразийства, огромная культура евразийства, она связана в том числе и с влиянием народа Сахана на генетические и культурные процессы этого макрорегиона. И вот эту часть мы сильно переживаем. Эти традиции, наработки, которые позволили прийти сюда уже после вековых переходных процессов, они состоялись на род Сахана таким образом, что он один из лидеров, как бы ни говорите, в арктическом регионе России с точки зрения образованности, развития культуры, перехода на новейшие технологии. И вот эту часть мы не потеряли в связи с тем, чем я говорю, с традиционным хозяйствованием. Далее, с другой стороны, конечно, вот те тенденции современные, которые есть, особенно с цифровизацией, мы их должны развивать, это продвигать и всяким образом двигаться вместе с цивилизованным миром, с великими продвинутыми странами. И вот, пожалуй, вот это вызывает наше беспокойство. С другой стороны, те заделы, которые сделаны после великих прогнозов Платона Алексея Союзского, они сбылись. И мне представляется, что шаги дальнейшие должны быть на этой базе, на этой базе образованного народа, культурного народа, живущего в благоустроенных условиях, они должны быть еще более серьезными, если хотите, масштабными, может быть, чем произошло за предыдущее, значит, столетие. Вы знаете, науку ждет, что мы сделаем самые крупные достижения, прежде всего, в области гуманитарных наук, сохранения языков, цифровизации языков. И самое главное, через эту культуру Якутия должна быть одним из лидеров в Российской Федерации, через этот уровень исследований, направленных на именно сохранения традиционной культуры языков, жителей арктических регионов нашей страны. Дальше я ставлю на второй план биотехнологические достижения. Биотехнологии обеспечат здоровье народов, проживающих здесь. Биотехнологии обеспечат нашу сельскохозяйственную культуру, что растительную, что животного происхождения. Потому что сейчас достигнут такие заделы, когда сотни патентов, сотни изобретений. И мы готовы сейчас открыть крупные производства уже вот в эти годы. В эти годы. Вы знаете, что мы выиграли большой федеральный конкурс, который называется научно-образовательный центр мирового уровня. НОТСевер территории устойчивого развития. И в рамках вот этого НОТСа, вот эти биотехнологические культура она развивает. а дальше никуда мы не денемся. Якутия была, есть стратегический регион в связи с ее природными богатствами. 4 триллиона долларов примерной оценки самый минимум. И достигают они до 10 триллионов долларов. Наши практически защищенные, близко к защищенным запасам. Это стратегический район России, регион России. И этот регион свое место не только в России, во всем мире займет через это. И самое главное, еще народ не осознает, что десятилетия вперед Якутия станет и морской державой. В связи с развитием Северного морского пути открывается гигантский простор. Со строительством и развитием морского порта в Тичь. Основная база будет федеральная там. Ведь извините, мы на это даже не обращали внимания. Это море Лаптевых, Северо-Восточное море, они омывают северные арктические берега нашего родного края. Вот что такое масштабное будущее Якутии. Поэтому, дорогие жители региона, если раньше Лампы Ильича радовались, то мы радуемся тому, что мы станем регионом, который будет влиять в том числе на такие вещи, как Севморпут, это мирового уровня грузопотоки, которые соединят Юг Азии, Азиатский регион нашей планеты со всей Европой. Это станет такой транспортной артерией, и тут место Якутии заговорит о том, что мы будем иметь большие перспективы. Так что мы радуемся за наше будущее, ради этого будем работать и посвящать свои жизни. Призываю вас к здоровью еще раз с Новым годом! КОНЕЦ КОНЕЦ